Всем привет! Я очень-очень рада вас видеть на этом месте и в это время. Я очень-очень давно не снимала видео, для меня вообще непривычно смотреть в глазу камеры, только если не делать там какие-то фотографии. Я уже отвыкла делиться какими-то живыми эмоциями, не считая прямого эфира, не считая постов под фотографиями, это истории и тому подобное. Это совершенно не то. Я обожаю просто сесть перед камерой, записать какое-то видео на какую-то конкретную тему, которую развиваешь от начала до самой кульминации конца. Это очень интересно. Это такое интересное занятие, как сама съемка, подготовка к съемке, процесс, монтаж. Это безумно интересно. А большое удовольствие для меня это сидеть и разговаривать просто с камерой. Это вроде покажется так странно, но это иногда действительно возможно, каждому человеку можно было бы это попробовать. То есть, допустим, тебе в конкретный момент просто не с кем поговорить. Это просто делишься какими-то мыслями, какими-то целями, воплощениями их в жизнь, реализацией, и это все снимаешь на видео. Это как живой дневник, но только на видео. То есть, можно снимать видео, конечно, в Телеграме и тому подобное, в Ютубе, но сейчас процедает, конечно, Инстаграм. Это много знаменитых блогеров как по Украине, так и в других странах СНГ, но не суть. Я сегодня буду болтать вообще в этом видео первом без темы, без ничего. Сижу я дома, немножечко болею, так что не обижайтесь, если я буду немножечко похрюкивать. Вот, но я просто немножечко простудилась. Я решила снимать такого формата видео на Инстаграме, потому что это интересно. Здесь дается лимит, насколько я знаю, 15 минут, чтобы уложиться, отснять готовый ролик и, конечно же, выложить его на свой Инстаканал. Можно тоже и обложечку придумать. Это прототип того же Ютуба, но только чуть-чуть в освеженном, новом для людей виде, интерпретация новая. Вот, это очень интересно стало, забавно, я поинтересовалась и захотела записать первое видео на своем, можно так сказать, канале. Потому что свой канал я уже давно не веду, не снимаю, уже в апреле, да, май, апрель, уже год, как я, в принципе, ничего не снимала, ничего не вела, не придумывала, никакие темы. Но случаются некоторые такие моменты в жизни, какие-то толчки, которые просто тебя как-то будоражат и заставляют как-то переоценить, полюбить что-то, обратить на что-то внимание, на то, что ты не обращал ранее. Вот, поставить какие-то новые цели, вдохновиться чем-то, тебя может вдохновить вообще, так скажем, любовь, да, ну, то есть каждый подумает, что любовь это только любовь конкретному человеку, да, но нет, это, знаете, делать какие-то добрые вещи. Я не знаю, перевезти бабушку через дорогу, у меня такая же ситуация была, у меня такие вдорожащие эмоции были внутри, знаете, то есть я иду просто в магазин, и тут мне встречается на пути бабушка, которая просит меня перевезти ее через дорогу. Я перевожу, возвращаюсь обратно на свой путь, который, в принципе, и следовала ему, у меня внутри какое-то такое переполнение всех эмоций, я не знаю, как-то вспомнила свою бабушку, и как-то не знаю, вот эти все эмоции, как-то начинаешь более ценить, уважать, ну, вообще жизни, людей, кто тебя окружает, и вот конкретно, да, любви, то есть любовь вообще может проявляться, в принципе, в любых вещах, кто-то тебе улыбнулся, кто-то, я не знаю, пожалуй, тебе хорошего дня в магазине, ну, это как пример, почему и нет, и тебе уже приятно на душе, ты как будто расцветаешь внутри, и ты можешь вдохновляться вообще от любых конкретно вещей, поэтому это насколько круто, и я в последнее время, знаете, раньше никогда не интересовалась какими-то более глубокими вещами, тема, как аффирмации, это интересная идея воплощения ваших мечт в реальность, да, но только при в своей силе мышление, как бы ты своему мозгу подаешь импульс, импульс это, в принципе, проговаривание какой-то мечты вслух каждый день, и она чудесным образом исполняется, но кто-то, конечно, не верит, кто-то верит, но так как я, в принципе, по натуре человек, который мечтает, вот, все время, везде, вот, за прослушивание музыки, на работе даже, даже на работе, какой бы она ни была, по пути на работу, обратно тоже, и все время вот эти вот какие-то такие волны вдохновения, мечты, просто тебя накрывают, и ты просто жить не можешь без этого, вот. Вот, и как-то эта тема меня очень заинтересовала, поэтому я хочу тоже пробовать, и много, кстати, есть на ютубе канала не только развлекательных тематик, но еще и психологических, поэтому там на эту тему очень много разных видео. Вообще узнала первый раз о такой технологии воплощения мечты в реальность, о, вообще, о такой технологии, да, на канале Саша Алекс, по-моему, если я не ошибаюсь. Она меня очень заинтересовала, она очень такая глубокая. Извините, не сошаюсь. И мне тема очень заинтересовала это, поэтому я очень хочу ее немножечко поинтересоваться ей более и немножечко развить. Вот, так что я хочу вам сказать, что некоторые вещи, насколько начинают тебя вдохновлять, если ранее, допустим, ты просто не замечал, либо не хотел обращать внимание на какие-то даже мелочи существенные, существенные, но вот эти мелочи делают твой либо день, либо вообще всю твою жизнь, и как будто переворачивают ее снов на голову, на голову вообще просто. А даже идешь ты там по дороге, ты начинаешь замечать, как облака плывут, какие они голубые, и вообще просто, ну, то есть на существенные мелочи, на которые ты просто, ну, либо не выделял время обратить внимание, да, а некоторые вот даже время есть, но никогда даже под ноги, в принципе, не смотрят, поэтому тоже неудивительно. А вот, поэтому насколько интересно вообще просто мечтать, да, и даже желательно некоторые свои мечты записывать вручную, и при этом, когда ты пишешь, проговаривать. Вот, это как, в принципе, реализация каких-то идей, это то же самое, то есть что-то хочешь, запиши, это как построение планов, в принципе, на месяц, на год, ну, конечно, на год желательно как-то, я не знаю, ну, можно, конечно, но так далеко забегать как-то я никогда не пробовала, хотя бы на месяц попробовала, а потом далее уже будет видно, как там, и что у вас будет получаться с вашей реализацией любых планов идей в твою реальность. И, знаете, как говорится, что даже в самый темный закат за ним следует яркий рассвет. Поэтому, мне кажется, чем больше ты даришь добра миру, теми ты, наверное, счастлив, даже утром ты встаешь и просто мыслишь позитивно, то есть ты настроена на то, что день пройдет удачно, ты встретишь хороших людей сегодня, именно конкретно на своем пути, а просто даже улыбаться. Я в последнее время начала, даже не знаю, как вам объяснить, в некотором смысле более смелее, то есть я не боюсь что-то конкретно человеку сказать, если я считаю, что это действительно правда, и я могу это выразить в конкретный момент. Например, там, даже сотрудница сказала, ну, ты такая красивая, ну, почему нет, ну, почему даже если это женщина, я сказать этого не могу, если это правда. Ну, почему? То есть я имею в виду, что просто сделать кому-то приятно, это такие мелочи, а тебе приятно будет, или наоборот. То есть даже, например, у того же друга нет денег, ты можешь ему, у тебя есть, например, с собой карманы какие-то деньги, либо если ты работаешь, твои личные, купить даже тут стаканчик кофе, ему преподнести, ему будет насколько на душе тепло, приятно. Вот в этом заключается, знаете, любовь, доброта, я не знаю, доброжелательность даже та же. Поэтому, как бы, сколько мелочей могут тебе подарить счастье в этом мире, что просто неисчисляемое количество. Ну, еще и самое главное, это, конечно, люди, которые тебя окружают, это тоже твоя любовь, это семья, которая тебя оберегает, которая тебе тоже дарит свой уют и тепло, это тоже, безусловно, очень важно. Ну, конечно, если есть любимые люди, это тоже, безусловно, дарит нам нотки счастья, нашим, как кажется, серым будничным мире. Вот. И самое главное, это еще задушевные разговоры. Их действительно порой так не хватает. Просто сесть и искренне поговорить, и при этом от человека ничего не требуя, просто друг другу выговориться. А иногда действительно есть такое, что иногда не хватает просто человекам поговорить о себе. А так мало людей, которые могут с тобой поговорить о тебе, обо мне и вообще. То есть каждый стаёт каким-то таким напущенным нарциссом, что ли. Я не знаю, самовлюблённым. Ну, то есть можно перечислять разные характеристики и человеческий качеств, но я имею в виду, что мало людей, с которыми можно действительно искренне чем-то поделиться или просто поговорить по душам. Действительно поделиться, что вот здесь вот глубоко, это насколько тяжело, что иногда кажется, что... Что-то нашло на меня. Что лучше просто иногда самое сокровенное держать в себе. Даже вот прописывая что-то в дневнике своём, если вы его ведёте в ежедневнике, если есть близкие друзья, это очень ценно, это на вес золота, и просто им выговориться. Ты при этом будешь знать, что тебя не будет ожидать нож в спину, знаете, предательства, и такого очень много, к сожалению. Поэтому я очень рада, что вы меня дослушали до конца. Это видео будет скорее без монтажа, без ничего. Но просто я решила поговорить с вами о том, что мне хотелось на данный момент. Вот, поэтому я хочу, чтобы вы знали, что... Что бы там ни было сейчас в вашей жизни, обязательно за самым плохим вас ждёт что-то очень яркое. Поэтому могу сказать, что самое главное это что-то действительно отпустить, пожелать самого чистого и доброго. Ну а вам я желаю хорошего вечера и просто искренней, чистой доброты исти в этот мир. Я вас всех целую. С вами была Саша. Саша.